Привет, друзья, с вами канал Два Боковых, я Микриво Гусейнов и Егор Плевако. И сегодня мы обсуждаем предстоящий поединок Тайсон и Фьюри. Уже 3 декабря, в предстоящие выходные, Тайсон будет защищать титул чемпиона мира по весе WBC в супер тяжелом весе и выбрал вам соперники Дерек и Чисору. Как всегда, Фьюри радует нас своими соперниками, но как он сразу сказал, что он будет первым чемпионом, который проведет две классные трилоги в карьере, то есть у Адера теперь с Чисорой. Ну и сейчас порассуждаем, каковы шансы вообще у Чисора, что ты думаешь, Егор, по этому поводу? Знаешь, наверное, мы, наши зрители, задаться вопросом, наверное, даже не как закончится бой, не как он пройдет, а зачем Тайсон выбрал себе в соперники Чисору? Этот вопрос интереснее. И мне кажется, единственное такое объяснение, которое мне приходит на ум, чтобы не было простое. Им нужно пробоксироваться перед чем-то, чем-то таким вот более, как бы я бы сказал, знаменательным. Знаешь, ему нужно продышаться, ему нужно такой интересный прием, наверное, да? Он продышится, заработает денег каких-то, будет активный. И у нас, мы понимаем, что не последний бой Фьюри точно. То есть это какой-то такой небольшой трамплинчик к чему-то. Дальше у нас идет, в общем-то, выбор. Это будет Усик, это будет Джошуа, это будет, ну, в общем-то, все. Он уже говорил, что Уайлдер может быть снова четвертый бой. Ну, на самом деле, почему бы и нет, да? На самом деле, их не бои, их не бои классные, да? Мы должны признать это. Я вообще, я кайфанул от третьего боя. То есть, и несмотря на то, что Уайлдер проиграл, Уайлдер показал себя таким крутым, духовитым бойцом. Ну, в смысле, он и так, как бы, топ из топов, наверное. Но дело в том, что он действительно, сильно духовитый. Он падал, он поднимался, и до конца не было понятно вообще, куда. То есть, к концу боя качнулось в сторону Фьюри все, но все равно до последнего момента мы понимали, что там может Уайлдер приложиться, и все может качнуться там совсем в другую сторону, да? То есть, ну, может, это будет, да, действительно, четвертый бой с Фьюри. Но все же, наверное, непонятно, договорятся или нет с Джошуани, или договорятся или нет с Усиком. Ну, в общем-то, любой бой будет хорошо, и, видимо, Тайсон, чтобы не было простоя, взял себе Чесору. По бою, что сказать? Ну, если так совсем мягко, выиграет Фьюри. На этом все. Как бы, никаких шансов мы в этом Чесоре не даем. Чесора на спаде, Чесора медленный, Чесора примерно такой же, какой был Дилиан Уайт. На мой взгляд, он похуже сейчас, даже в форме, которой был Дилиан Уайт. Несмотря на то, что он провел победный бой с Курбатом Пулевым, да, он, я думаю, вообще не в форме и не равня Фьюри. И Фьюри должен его пройти довольно легко. Вот такой мой прогноз. Я думаю, ты со мной согласен. И, думаю, никаких вариантов. На самом деле, Чесора максимально удобный соперник для Фьюри, да, то есть Чесора… Он с ним боксировал уже, по-моему, два раза до этого. Да, он с ним два раза боксировал, во-первых. Во-вторых, это максимально удобный соперник, то есть Чесора человек, который постоянно идет вперед, ну, прямо на пролом идет, не особо заморачиваясь какой-то тактикой, да. И для Фьюри это идеально соперник. То есть Фьюри при своей маневренности, при своей такой корявой технике, он знает, как сейчас Чесору, он будет его растыкивать на протяжении всех раундов. Второй бой, тогда угол Чесора остановил бой, потому что тоже было такое избиение, как говорят, банальное такое избиение. И я думаю, на самом деле, это тоже. Сейчас, если смотреть раскладку букмекеров, тут вопрос, естественно, не в победителя, а когда выиграть, Юрий. То есть, и такой идет водораздел, будет больше шести раундов или меньше. Я на самом деле думаю, что, наверное, эта остановка будет восьмой-девятый раунд, потому что вот Чесора не отнять, он все-таки умеет настраиваться на такие… У него именно, знаешь, мне кажется, ему нужен хороший раздражитель, чтобы настроиться. То есть, он может провести какой-то вялый поединок с крепким середняком, а вот смотришь, как он на усе, когда настроился. И я думаю, на Фьюри он настроится, тем более это его такой последний танец, да, ласт-дэнс все-таки, я так думаю. Он уже завершал карьеру, тут его Фьюри выцепил. Я думаю, это уже точно последний раз, и тем более последний раз он будет браться за титул, поэтому я думаю, затянет он до восьмого-девятого, но не больше. То есть, мой прогноз – победа Фьюри в восьмом-девятый раунд. Ну, я посмотрю под другим углом, знаешь, у него все-таки был уже ласт-дэнс такой с Пулевым, и здесь он выходит просто за чеком. И никаких пожертвований, наверное, может и не будет, да, в предстоящем бою. Вообще, как бы загадывать здесь, наверное, бесполезно, потому что все зависит от того, когда, в общем-то, Фьюри соизволит закончить. Наверное, так, не очень уж, что я правильно сказал, да, но все-таки еще надо учесть момент, что Чесора ничего нового не покажет. Он не может ничего нового показать, он просто не может, в силу возраста, в силу, в общем-то, того, что он всегда боксировал именно так, ничего нового он предоставить не может. Он явно не в лучшей кондиции, по крайней мере, с последним боем, и, наверное, он будет в хуже кондиции, потому что, как бы, возраст берет свое, и, несмотря на всю подготовку, там, мотивацию, это все, это все, конечно, хорошо, но, да. Нет, никаких шансов мы не даем Чесоре. Кстати, вот ты говорил, да, интересный момент, что Фьюри хочет продышаться и так далее, то есть он, может быть, и сам до каких-то поздних раундов хочет затянуть бой, потому что выйти ради двух раундов, я думаю, что вряд ли. Кстати, да, да, это ты прав, хорошо подметил, действительно, скорее всего, он будет, не будет спешить, так сказать, скажем. Да и незачем, знаешь, в первых раундах Чесора будет явно свеж, да, не уставший, у него будут какие-то эти самые шансы, так сказать, если уж совсем. Поэтому, да, подзатянет и там уже разберется, я думаю, продышится. Сейчас Фьюри, как мы видим по комментариям, может какие-то, как сказать, подогревать интерес к бою, как он заявил недавно. Если он собирается победить меня, ему придется меня нокаутировать, сказал Фьюри в интервью Чесоре, о Чесоре в интервью BT Sport. То же самое касается всех остальных, никому не победить меня по очкам, я выбрасываю сотни ударов, и им не победить меня по очкам, им нужно меня нокаутировать. Ну, как бы, победить по очкам Чесоре тебя нет, и нокаутировать тебя тоже нет, поэтому, да, ну, сказал и сказал. Мне кажется, знаете, когда Фьюри несет, его уже тяжело остановить, я видел таких этих боксера, и воочию наблюдал этого отца Теофима Лопеса, когда он раздает интервью, его уже просто тяжело остановить, он уже просто, он говорит, все, Теофима переходит на две категории выше, будет драться с Канелло, а потом, возможно, и с Усиком, и все, и уже смотрю, все, человека уже глаза горят, ему несет, он все, мы готовы драться везде. Да, даже на Луне, на Марсе, будет первый поединок в космосе, в общем, все, там, я смотрю, уже все, уже. Оба причем, оба такие, вот, но это был наш прогноз на бой в Фьюри, еще у нас на выходные будет в этом же карте бой Дениса Беренщика, и прогноз на этот бой мы сделаем отдельно. Но, в целом, у нас еще будет на неделе в любом случае разбор боя в Фьюри, так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, давайте все прогнозы в комментариях, ставьте лайки, ну и делитесь этим видео, как говорят. Еще раз, не забывайте подписываться на телеграм-канал, у нас там выходит эксклюзивный контент, да, мы делимся своими прогнозами, мыслями, в общем, это интересно, мы... Подписывайтесь. Пока-пока, всем Богу.